Твойнефтекамск.рф Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений Барахока. Пиши по-русски. Твойнефтекамск.рф Сигнал о пожаре поступил на путь дежурного диспетчера примерно в 15 минут 9 вечера. Прибыв на место, расчет помимо горевшего домика увидел двоих мужчин, один из которых лежал в траве. Часть пожарных сразу же приступила к ликвидации огня, другая попыталась помочь пострадавшему. Вот только, как оказалось, помощь никому не нужна. Мужчина просто отдыхал после изрядного количества выпитого спиртного. А его товарищ убедительно утверждал, что оказался здесь совершенно случайно. Этот товарищ лежал вот здесь, рядом. Я его специально оттащил. Он не с вами, да, тоже? Да. Он с вами? Я его оттащил. Это он ваш друг? Да. А так он здесь почему лежал? Я не знаю почему. Я шел от жены, от жены огорода. И увидели, что ваш товарищ лежит возле горячего огорода? Вот именно здесь. И огород горит в этом доме? Да. Я все, больше не знаю. Очевидцы же утверждают обратное. Незадолго до возгорания именно этих мужчин видели на участке, лишь затем вспыхнул огонь. Пожарных вызвал случайно проходивший мимо парень, который заметил дым, вырывающийся из садового домика. Шел с огорода, увидел пожар, вызвал 0-1. И увидел то, что лежат двое мужчин. И этот пытался помочь, но они были пьяные. И не всплакать. Пришлось вызвать пожарных, обратиться к женщине. Заключение пожарных тоже однозначно. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. К счастью, хозяин огорода отказался от него еще в 2004 году, а это значит, ущерб никому не причинен. Тем не менее, как говорят специалисты, это далеко не единственный случай возгорания на брошенных участках. С начала 2012 года, значит, произошло пять случаев загорания садовых домов, по которым владельцы были установлены. И также, значит, два факта – это загорание бесхозных садовых строений. Значит, в результате пожаров в садовых строениях погиб один человек в садоводческом товариществе полет. В бесхозных домах, значит, основная причина – это, значит, посторонний источник зажигания, связанный с действиями человека, то есть посторонних лиц. Как правило, такие дома не обесточены, то есть электроэнергии на них не поступают. Значит, в любом случае, это уже идет проникновение посторонних лиц. С последнего подобного случая прошла буквально неделя. Тогда в садовом кооперативе «50 лет октября» на бесхозном участке также сгорел дом. Вадим Хисматуллин, Ренат Имакаев, информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова